ну и вот в этой позиции а можно даже знаете как смотреть то есть вот после хода коня в шесть здесь пожалуй два основных главных хода за белых это ход конь c3 и ход d3 сложно сказать какой из этих ходов лучше я думаю что они примерно равнозначны смысл примерно в следующем если здесь пойти конь c3 то забил их желательно прийти слон е7 остальные ходы возможно но слон е7 пожалуй оставляет черным больше шансов на контур игру на компенсацию за проигранную пешку после взятия также раньше игралась длительное время исключительно только конь d5 здесь пожалуй 23 способа как играть эту позицию за белых самый отвратительный это пожалуй d3 и на короткую рокировку допустим пойти слон d2 в надежде уйти в три ноля в этом случае черный делает ход владели 8 и на 30 делают ход f5 долгое время считалось это позиция за черных выиграны потому что если пойти конь c3 то после конь берет c3 чем бы сейчас не срубили белые везде их ждет вскрытый шаг и проигрыш ферзя и однажды вот у меня даже соперник 9 в 1991 году на чемпионате советского союза не играли и соперник был из республики казахстан очень известнейший и уважаемый гроссмейстер сегодня нас вот случилась такая позиция он сдался короткая была такая партийка но даже здесь компьютеры подсказали а если здесь отступить к нём на g3 то вполне достаточно патисона в 6 и ферзь в ловушке приходится играть слон d3 и после f4 также оставаться без фигуры ну не очень хорошая для белых ну компьютеры с появлением мощных компьютеров в этой позиции даже вот в этой позиции выяснилось и это уму непростижима что оказывается можно просто пойти h4 как ни в чем не бывало сделать атакующий ход да здесь играется пальцы кольца 6 так далее смысл в том что кой на g4 не подходит если его срубить допустим выбирают как свою атаку развить развивается просто у них сама собой пример слове 3 ферзь подбой давайте сделаю такой ход как он д7 чтобы было более понятно здесь и и 5 здесь и где-то конец жили 5 и как бы там не закончилось каким-нибудь красивым через c4 все с каким-нибудь там спертым матом или проигрышем или какой-нибудь мельницей ну допустим после хода конь g5 вот просто допустим после хода конь g5 уже так невзначай грозит ферзь б6 или слон перед б6 как угодно учу тут здесь по разным эта позиция очень непроста это вот благодаря компьютером такой замечательный ход h4 появился а раньше же в этой позиции за черных рекомендовалось сделать ход ферзь c1 ферзь d1 для того чтобы пойти в слон е7 сделать короткую рокировку и белые остаются с лишней пешкой я вот в этой позиции понимал что выигрыша компенсации прямой здесь у черных нет и вы знаете еще в девяностых годах прошлого столетия я вдруг подумал что нужно захватывать пространство вот таким важным ходом c5 и после слон е2 нужно пойти конца 6 и на короткую рокировку играть вот эту позицию просто на пространство то есть первых лишняя пешка мы слегка скорлой фигуры и пока что лишняя пешка ничего не значит для результата партии за лишнюю пешку в этой позиции судья победу турнирную таблицу не поставит лишняя пешка когда хороша когда она не знаю проходная пешка в эндшпиле идет ферзи и приходится за эту пешку или фигуру отдавать или сдаваться сразу же а здесь лишняя пешка в этой позиции еще не значит что черные должны сдаваться потому что белые слегка стеснены и и мне так легко и просто эту позицию играть так вот этот ход c5 я сделал там впервые в сам придумал там еще в прошлом веке теперь смотрите какого же удивление мое что вот оказывается сколько здесь просмотров уже 11700 просмотров и современные машины то-то в апреле это все анализировал ёлки-палки 17 апреля как раз перед как раз когда началось первенство россии и когда книгу который я говорил она вот вышла в продажу ее привезли на первенство россии и у людей она появилась на руках они сейчас могут все анализы перепроверять кстати очень здорово рискую я опубликовал книгу с анализами и любой может теперь ее взять и проверить на компьютере и найти усиление за белых но с другой стороны другие люди могут найти усиление из-за черных так что тут разному может случиться но хоть и пять вот я сейчас вижу на сегодняшний день весна 23 года оказывается лучшим ходом хотя я к такому же выводу пришел без компьютеров прошлом верить веке будучи обычным пацаненком мальчишкой кроме есть еще такие ходы как например c4 однажды против меня сыграл шахматист c4 я пошел корень по 4 он сделал по моему от 4 я в этой позиции надолго задумался и сделал ход 20 но и тогда было уже лет 10-11 и после а3 я вдруг за доской сам сообразил что если что если если отступить к ним то это совсем плохо он игры они 6 вообще плохой ход но мне удалось найти за сколько владели 8 ну конечно компьютер показывает переверационных 400 на 5 3 0 и компьютер все так просто оказывается когда смотришь компьютер что это просто перебес там единицу внешнюю а все просто ну да лишняя пешка ну вот я просто представляю то есть если вот какой-то тренер допустим готовит своего ученика там мальчик или девочку играет ну вот белыми пойдешь на эту позицию вот видишь здесь оценка плюс один вот здесь плюс на 78 но плюс один видишь видишь все у тебя хорош позиции иди на эту позицию тут знаете я бы на месте тренера не рекомендовал бы поступать потому что здесь можно устряпаться просто в один или два хода то есть получить позицию со столбиком для ребенка не для гроссмейстера но как что говорит про гроссмейстеров за за эту позицию нет а для ребенка на эту позицию идти очень опасно то есть здесь можно в один ход проиграть партию надо быть осторожным ну да вот словно 8 надо уже смотреть кони и 5 ничего себе под связки лезть а если же здесь не значит выхода на об этом слон берет по 4 и уже после даже тут только слуга 2 надо компьютерными ходами защищаться как вы понимаете еще раз скажу не подготовлены шахматисты здесь просто практически плечо за белых потому что это как идти по минному коль и идти там не два-три прыжка и ты прошел а здесь ни конца ни края не видать если не готов особенно молодой как вот шахматист на опытный там с каким-нибудь вторым разрядом и первым разрядом то здесь большой риск играть очень быстро зато зато безболезненно проиграла все без мучений и красиво а если у кого-то мышление такое что ну гроссмейстер здесь разберется взять того динк лежение или непомнящего ну они-то разберутся за белых ну так я согласен но я скажу что не надо против непомнящего играть этот дебют против на том уровне другие какие-то на нормальные дебюты играть можно раппорта послушать он скажет нормальных дебютов он их вот столько знает выше крыши пожалуйста то есть этот дебют нет для там гроссмейстерского уровня но есть как плюсы так и минусы плюсы мы уже с вами перечислили это неожиданность для соперника это сразу если соперник не готов он очень здорово рискует в ловушке попасть ну и плюс тренировка фантазии те варианты которые вы сейчас видите многие придумывались прямо за доской и у тебя не было другого выбора либо ты это придумываешь либо ты в этой позиции после хода c4 придумываешь от владели 8 прямо за тоской либо выиграешь партий хороший тренировочный такой дебют для детей самый раз есть минусы минусы конечно не корректный или самый страшный минус это то что пока вот вы тратите время на этот дебют лучше изучили какую-нибудь испанскую ну я согласен но на каком-то этапе жизненным запросто плюс это вот такое вот ядовитое оружие и ближнего боя в блице она запросто зайдет очень даже хорошо вот это партия более того здесь придумался еще хоть не кон д5 а белые должны еще узнавать знать о том что можно пойти два нуля здесь в этой позиции тоже как-то надо реагировать и вот получив такую позицию тоже не так легко и просто разобраться белыми потому что осталось в развитии отсутствие рокировки не рокированный король для шахматиста уровня до кандидат мастера и кандидат мастера здесь не справиться так просто не непростая позиция но есть ход д3 этот ход пожалуй лучших вот в этой позиции слушайте вот это дебют так дебют 40 тысяч просмотров что люди здесь собрали что что забыли люди вот в этой в этом дебюте 40 тысяч просмотров только за эту позицию фикс берет d5 лучших ход и здесь два хода тоже так используется чаще всего это конь d2 и конь c3 на конь c3 здесь слон b4 и на слон b2 хотя есть вот конь д2 но слон д2 слон c3 dc да белая черная делать короткого рокировка вы знаете и здесь целая куча фигур после вот слон берет f6 и без фигур остаются белые просто вот в эту ладушку попадает попадалась масса детей спортсменов юных шахматистов и оставались без фигуры но уж если мы говорим о интернет шахматах блиц просто уму непостижимо сколько здесь людей на проигрывало и здесь еще просмотр вы посмотрите даже в этой позиции 815 посещений этой позиции люди что вы здесь забыли куда вы смотрите всерьез анализировать ну покупайте книгу вот вышла книга гамбит паусина скачкова приключение королевского коня пожалуйста приобретаете там многое рассказано и здесь после рокировки обычно берут и комбинат и 5 и посылать отдать им длительное время зачем-то черные тела выход кольца 3 и пытались ничью добиться а потом выяснилось что если сохранить ферзей причем вступать можно куда захочется даже можно на ферсер 5 пойти я вот ферсер 5 как-то испытывал и выбрал партию тут буквально 4 или 5 кругов официальную партию не успел закончить развитие здесь ошибся типа пошел конь до 4 и после ферша 6 он понял что не успевает закончить развитие физически все закончилось здесь ходов нет допустим типа ферзь д3 латя е8 и допустим слон е2 не знаю зачем вот c5 есть вот можно допустим так пойти и на латя f1 слон h3 вот для детско-юношеских шахмат вполне достаточно грозит ладян f1 незащитимо слоном потому что он под связкой вот она у вас то есть вот уже проигранная партия то есть пятнадцатом ходу можно просто взять белыми и проиграть партию это вот как пример тогда стали делать вот здесь в этой позиции он дельфа это лучше продолжение московский тренера когда помню ну известный тренер подготовить скандер два и вот одна из возможности играть 6 и здесь два хода опять же бить пешкой и бить к нему если бить пешкой ну допустим попробую ферзи 5 напали на пешку идея в том что если размен ферзей здесь есть вот такой неожиданный выбор кольжи 4 и крышками в 2 незащитима а можно здесь играть цепи и так далее и 5 хороший ход здесь отличный ход и 5 дает пилис c3 можно пойти то есть везде по компьютеру перевес но с практической точки зрения черные еще не хотят сдаваться есть еще ход конь е4 и тогда мы играем слон е6 здесь надо играть конь е5 но если побить побить возникает вот такая позиция и здесь последовал и эта позиция в том числе вот в книге о которой я вам рассказывал она есть числе рекомендована c3 и d4 то есть это явная подготовка была все-таки чемпионат страны девочки до 11 лет за доской тяжело такое найти здесь последовал центре морля и до 4 но я бы на месте тренера я рекомендовал бы делом я думаю что тренер здесь ошибся он увидел оценку плюс 0 4 ну-ка когда это смотрели ну смотрели в апреле это все только это слишком мало для этой позиции а вот и оценка падает ну и здесь несколько способов получить контр игру реально несколько черные здесь сыграли не совсем капельку точно но это привело привело к и сейчас я вам покажу как это все развивается слон g4 h3 и ферзь д3 лучше слон е3 а после ферзь д3 черный как-то пошли слон g6 хотя надо было все таки подключать в игру ладей на держи 8 младе е8 но словом же 6 и надо было менять ферзи там пойти с 4 допустим какой-то такой ход сделать или ферзь б5 а тут белые вспомнили рекомендации сделали ход ферзь д1 я спрошу вас вот задаю вам вопрос где здесь есть у черных компенсация вот это вот типичный дебют типичный дебют хоть черных поищите подумайте как играть где играть как играть вот она вот это вот в гамбите паульсона скачкова его еще называют центральный контргамбит его еще называют дебют королевского коня входящий в группу неправильных начал это было от советских дебютных справочниках за рубежом его называют элефант гамбит на урале но по-разному кто-то гамбит дримера в общем название масса но вот одно из них это вот на урале по-другому ты не называли дебют скачкова гамбит контргамбит гамбит пальца . то есть назвать можно как угодно младене 8 алексей предложил ход такой есть принципе еще есть красота здесь типичным для этого дебюта до пешки нет но в позиции есть возможность найти что-то такое найти что-то интересненькое друзья ну вот в чате вижу да 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 ой как интересно все увидел ну конечно знаете какой интересный ход хоть бы 4 вот такой замечательный ресурс здесь находится конь по 4 в этой позиции и после хода конь по 4 но висит конце 2 а если пробить начинается форсированная игра шаг ну слон деба шаг слон д3 все слон д4 и здесь как угодно хоть ладья едва хоть слон едва ну давайте слон едва можно ладья едва в любом случае белая вынуждена сурубить и на одно мгновение могло показаться что за ферзя ладья слон и конь но ферзя 4 шаг расставляет как бы все на свои места следующий ход как минимум это взятие на b4 и черные получат абсолютно выигранную партию таким образом я вот конь b4 здесь выигрывала партию к сожалению черные этого хода не нашли к сожалению это могла быть усталость но такой ход черные потом нашли другие тактические ресурсы и здорово сыграли конечно но ход конь b4 не был к сожалению найден вот это вот поэтому я хотел сказать что этот дебют на самом деле он достаточно опасен для белых потому что как вы понимаете его тяжело белыми играть и может быть какому нибудь гроссмейстеру играть его за белых легко особенно после домашней подготовки и абсолютной уверенности и знания и перепроверки на компьютере в домашних условиях он знает где там выкрутиться а для молодых шахматистов играть такой дебют за белых нелегко я более даже того скажу давайте назову фамилию Сергей Жигалко очень часто здесь за белых даже на своих стримах попадал в тяжелые позиции даже проигрывал белыми и все возмущался и даже сокрушался ну как же так но ведь должно же быть у белых выиграно и так далее а не получалось белыми тяжелую позицию получал даже Андрей Есипенко но сумел сыграть в ничью против Гадимбейли вот совсем недавно несколько месяцев из известных игроков я просто вот перечисляю сейчас белыми даже вот Алексей Гребнев он проиграл Гришу Пономареву в этом дебюте попав под под разгромную атаку на всероссийском онлайн-турнире помню как величайший шахматист Александр Морозевич а ведь напомню когда-то когда-то он был по рейтингу да и вообще номер два в мире но чтоб вы понимали сейчас вот матч за звание чемпиона мира идет между двумя шахматистами Яном Непомнящим и Дин Клиженин они по рейтингу подскажите номер два и номер три в мире правильно если еще не путаю конечно я потому что не смотрел последний рейтинг лист может что-то изменилось да спасибо подсказали ну вот я я просто не смотрел рейтинг лист но думаю что это номер два и номер три по рейтингу по рейтингу первый это Магнус Карлса так вот Мразевич был первый был это тогда Каспаров там астрономический две восемьсот там у него и две восемьсот пятьдесят было в те времена это вообще невероятно это как сейчас ну допустим две девятьсот если Карлсон бы набрал это вот было по ощущениям то же самое что тогда там две восемьсот пятьдесят а второй по рейтингу был вот Александр Мразевич и я помню вот в этом дебюте он все это с юмором с таким своим специфическим неповторимым юмором сокрушался и ну а как это вот как играть белыми то то есть вот он когда не хватало знаний то есть он понимал что это не так просто без знаний играть эту позицию то есть это надо знать да Дубов вот недавно обыграл Тимофеева но Тимофеев Артем и об этой парте даже есть в интернете сыграл ну не совсем точно позволил Дубову легко выиграть совсем легко но было видно что Дубов знает как играть хотя бы как получать перевяз как реагировать в этом позиции но где уверенность где гарантия что весь остальной шахматный мир юные шахматисты или любители шахмат там третьего второго первого разряда кандидаты мастера в интернете знают как реагировать никакой уверенности в этом нет поэтому дебют вполне вполне хороший качественный дебют вот это вот то что мы с вами посмотрели единственно ну дополню под самый конец мы с вами забыли посмотреть что есть еще ход конь берет Е5 после хода конь Е5 полагается играет слон Д6 и после Д4 идет взятие здесь белые черные хотят съесть на Е5 и разменять ферзей белые могут с этим согласиться могут не соглашаться белые могут пойти слоны в 4 достаточно редкий ход очень редкий ход и кстати он вроде не дает какого-то уж такого преимущества можно пойти конь C4 но после конца 4 кстати вы знаете тут некоторые вообще вот что-то типа такого играют я просто покажу одна из идей черных это где-то проводить F5 и наступать пешками это одна из идей но некоторые идеи я еще видел чтобы стало понятно где-то пойти конь F6 H5 конь G4 и это живая идея сделать трекировку в длинную сторону это вполне живая жизнеспособная идея по крайней мере похожую идею прямо сегодня в 14-й партии применил китайский шахматист Дин Ли Жень в матче назван чемпиона мира 14-й партии это было сегодня и смотрите какое совпадение вот пожалуйста о каких-то еще советских учебниках здесь предлагалась идея пойти слон C4 C4 и после взятия а после взятия пойти в F5 тоже в теоретических учебниках то есть это была теория люди писали книжки эти книги кто-то покупал читал изучал применял на практике вот эту рекомендацию в том числе здесь в F7 пожалуй можно пойти и на взятие пешкой ну допустим пешкой как-нибудь конь C6 или слон E6 может быть я не знаю может быть слон E6 а то здесь как-то слон G5 да допустим слон E6 можно было бы пойти игровая позиция есть еще ход конь C3 ну на конь C3 идет взятие взятие и ферзь берет D1 здесь забавный момент можно конечно пойти конь берет D1 сохранив сохранив ракировку возможность ракировки здесь иногда черные нападают на эту пешку и после защиты одна из классических идей это пойти конь G6 и вот этот прием когда два коня нападают на пешку знаете как как эти клешни клешни ну краба так называем прием клешни краба в этой позиции то есть вот за этой пешкой можно таким образом поохотиться а забавно так же здесь если берут ролем пешку под боем и черные делают вот такой вот ход слон F5 защищают пешку и иногда белые в этой позиции так думают думают говорят а что допустим не пойти конь D5 непонятно как пешку на C7 теперь защищать вообще непонятно а как ее защищать друзья мои ну-ка найдите пожалуйста как здесь играть ну ну королем пойти можно спокойно привет кстати Милана здравствуйте да да я слушай у тебя как дела вообще с с учебой да никак но еще не известно пока никак вообще не пора ли обращаться да да я уже обратилась ко всем меня все равно отчисляют вот из-за одного прибыла у тебя в общем какая-то ну так все ясно понял потом это но все-таки Данила Олегович в курсе да он тоже ходил упрашивал меня вернуть и что-то не то нет там просто препод такое что его в общем надо бояться а я ну я тебя хорошо знаю ты вообще никого не боишься но слушай если преподаватель идет он шахматы играть умеет я тоже него это спрашивала и он ответил да или нет или или он ответил грубой форме грубой это вот плохо я вообще в жизни знаю что заметил это просто случайное совпадение но я его заметил я почему-то заметил те люди ну много же общался те люди которые почему-то относятся положительно к шахматам ну и соответственно к шахматистам у них потом и в жизни хорошо они там карьерный рост делают да вот такая вот маленькое такое замечание и наоборот те кто грубо потом попадаются на взятках их выгоняют с работы это случайное совпадение никаких выводов это просто случайно ну у меня так вот случайно я замечал ладно давайте это забыли это пока разговор но я думаю что там найдут возможность там все выше и выше пойдут и кто-то все равно решит вопрос здесь коня 6 надо делать ход и на взятие три ноля вот такая вот красотинька очень красивый ресурс в этой позиции и фигура отыгрывается и у черных все прекрасно у нас меньше минуты сейчас мы отыгрывается